В Лондоне сейчас проходит концерт в поддержку украинского народа и солидарности с ним. Выступают украинские звезды, но только что на сцену вышел министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Что он сказал, узнаем у главного редактора канала украинского и навещания Freedom Алексея Мацуки. Алексей, здравствуйте, вам слово. Да, добрый вечер. Сегодня по всему миру проходят акции солидарности не только в Лондоне. В Лондоне одна из крупнейших акций солидарности 23-24 февраля. Здесь открыл этот митинг лично министр обороны Бен Уоллес. Он был очень эмоциональный. Он объяснил присутствующим людям, насколько были опасны планы президента Путина в отношении Украины. Что Путин хотел за три недели превратить все наши города в концентрационные лагеря. И более того, уничтожить, просто расчленить наше государство. И Бен Уоллес сказал, что благодаря силе, духу и несломленности украинского народа сегодня ведется защита и оборона не только самой Украины, но и всего западного мира. И тех ценностей, за которые сегодня на фронте, на Бахмуте, там недалеко от Солидара. Я смотрю эти сводки, это ужасные новости. Но здесь, конечно, концерт. И вот стоит рядом здесь со мной артист группы «Антитела». Здесь будут выступать другие артисты. Понятно, что люди за границей, они хотят участвовать в том, чтобы проявить свою солидарность, тревогу, свое горе. И повлиять на то, чтобы война быстрее закончилась. И этот концерт, он не только для украинцев. Здесь очень много британцев, очень много британцев. Практически очень часто можно услышать в толпе английский язык. Люди приходят просто поддержать нас, поддержать действием, словом, собирают деньги. На английском есть такое слово «donations» на то, чтобы поддержать украинскую армию. Я уверен, что этот концерт принесет ту помощь, которая необходима сегодня Украине. Но главное – это то, о чем говорит президент Владимир Зеленский. Украине сегодня нужно больше оружия, нужны истребители. Об этом также говорил и министр обороны Бен Уолли, министр обороны Британии Бен Уолли, что мы не оставим Украину один на один с врагом. Мы не оставим украинскую армию с вооруженными силами России один на один ни на Донбассе, нигде бы то ни было. То есть поддержка есть, она будет продолжаться до победы. Алексей, была также информация о том, что активисты нарисовали огромный флаг Украины под стенами российского посольства. Если у вас есть эта информация, расскажите о том, как это происходило, как на это реагировали и правда ли, что активистов задержала полиция? Ну, я знаю, у вас есть видео, наверняка это, которое я пересылал вам раньше. Покажите, если можно, я не вижу просто картинку. К сожалению, я в таком походном режиме нахожусь между разными городами в связи с тем, что мы сейчас боремся еще за то, чтобы канал Freedom был вместо всей российской пропаганды на территории всего Евросоюза. И в том числе я вот с этой борьбой тоже с какими-то визитами езжу и договариваюсь с некоторыми там странами. Но если вернуться к вашему вопросу, да, была акция возле посольства нашего, в Америке российского, они вышли, но там полиция сопровождала, все было аккуратно, все было в рамках приличия, скажем так. Не такие акции, как группировки ДНР или ЛНР, или эти у них есть еще неонацистские группировки в России, устраивают против людей, инаковых, скажем так. Здесь все-таки каждый имеет право высказать свое мнение, позицию. Ничего не было повреждено. Дорога просто символически была окрашена в цвета, которые сегодня символизируют не только наш флаг, кстати. Это очень важно понять, что это не только наш флаг, а цвет нашего флага сегодня – это цвет свободы и цвет новых ценностей, которые возникают, ради которых сегодня ведется война не только на территории Украины, а в этой войне участвуют помощью и наши союзники, благодаря которым мы стоим, и благодаря которым наши военные чувствуют себя увереннее в этих погодных условиях в это время там на фронте. Им большой привет всем. И отсюда, вы, может, даже слышите, толпа вот кричит. Это все им, нашим украинским военным, которые на фронте передают большой привет. Алексей, спасибо вам большое. Главный редактор канала «Украинского и навещания» Фридом Алексей Мацука рассказал нам о том, как Украину сегодня поддерживают в Лондоне различными акциями, в частности, концертом в поддержку украинского народа и солидарности с ним, на котором среди прочих был, присутствовал и выступал и министр обороны Великобритании Бен Уоллес.